В нынешнем году в России отмечен рост продаж автомобилей с дизельными двигателями. А поскольку кроссоверы пользуются у наших соотечественников особым спросом, то мы решили отметить самые доступные из них варианты, работающие на тяжелом топливе. В списке будут представлены комплектации с самыми различными коробками передач, механикой, вариатором и автоматом. Подписывайся на канал, пока идет заставка, и мы начинаем! 5 место из-за своей стоимости занимает Nissan X-Trail. Японский производитель Nissan дает возможность приобрести среднеразмерный кроссовер с дышком 1.6 и 130-сильным турбодизелем за 1.796.000 рублей. Причем речь идет о полноприводной комплектации X-Trail и шестиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле у этой модификации составляет примерно 5.5 литров на сотню. Если вы сомневаетесь в наличии богатого списка опций, то успокойтесь. Здесь и датчики дождя и света, и круиз-контроль, и бесключевой доступ, и функция автостарт-стоп, и датчики парковки, и куча-куча других прибамбасов. В общем, за эти деньги более чем достаточно. Но ценник все-таки кусается, примерно так же, как и у нашего четвертого места. Сегодня его занимает Hyundai Tucson. Корейский обновленный кроссовер Hyundai Tucson в комплектации Family обойдется вам в 1.784.000 рублей. За эти деньги вы получите полноприводный автомобиль с турбодизельной четверкой мощностью 185 лошадей, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В смешанном цикле этот тушканчик потребляет 6.5 литров на 100 километров. Такой вариант располагает достаточно длинным списком опций. Двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки, электроприводы стекла, обогрев сидений и многое-многое другое. Ценник примерно одинаковый, так что выбирать между Tucson и X-Trail, конечно же, вам. А мы двигаемся дальше. На третьем месте Nissan Qashqai. Японский кроссовер Qashqai обойдется в ценовом диапазоне от 1.482.000 до 1.692.000 рублей. Да, цена кусается, особенно когда речь идет о переднеприводных комплектациях с бесступенчатым вариатором. Что касается оснащения, то за эти деньги можно рассчитывать как минимум на двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, боковые зеркалы, электроприводы, стеклоподъемников и прочие ништяки. Средний расход топлива по паспорту зафиксирован на отметке 4.9 литра на 100 километров. За это почетное третье место. Следом в списке Citroën C3 Aircross. Молодой француз Citroën C3 в переднеприводном варианте с 92-сильным турбодительным мотором 1.6 HDI доступен в ценовом диапазоне от 1.250.000 до 1.390.000 рублей. Все три дизельные комплектации также продаются только с пятиступенчатой механикой. Заявленный расход топлива в смешанном цикле можно считать самым минимальным в классе – 4.3 литра на 100 километров. В комплектации за лям 250 отсутствуют противотуманки, дачки парковки, задние электростеклоподъемники и подогрев сидений. Зато предлагается полный комплект подушек безопасности и богатый арсенал средств активной безопасности – АБС, ЕСП, ЕБД, ЕБА и АСР. Вам не кажется, что я сейчас как будто выругался? Ладно, не суть. Комфорт – минимум, цена – средняя, безопасность – высокая. Да, вполне нормальное второе место нашего рейтинга. Ну и самым доступным кроссовером с дизельным мотором на нашем рынке был и остается Рено Дастер в комплектации «Экспрэшн». С полуторалитровой четверкой мощностью 109 лошадей по цене 986 990 рублей. И ценник меньше миллиона поставил его на первое место. Такая версия доступна только в полноприводном варианте с шестиступенчатой механикой. Минимальная комплектация с мотором на тяжелом топливе не балует большим списком опций. Здесь нет даже кондиционера, нет обогрева сидений, нет систем курсовой устойчивости и даже нет противотумана. Заявленный расход топлива кроссовера в смешанном цикле составляет 5,3 литра на 100 километров. На данный момент Рено Дастер – самый дешевый дизельный кроссовер на российском рынке. А выбирать комфорт, безопасность или экономичность, конечно, только тебе. А я лишь хочу услышать твое мнение. Пиши в комментариях, согласен ли ты с рейтингом или бы выбрал другой автомобиль, которого нет в нашем списке. А также ставь палец вверх и подписывайся на канал, если еще не подписан. С тобой был новостной портал ПРОАВТО. До скорых встреч!